Знаете, Игорь Александрович, хочу сегодняшнюю нашу беседу с вами начать вот с какой новости. Ну как новости? Смотрите, Путин озвучил новый ультиматум по завершению войны против Украины. Озвучил его, ну, как водится, да, в эфире, в интервью российским пропагандистам. Сказал он таким образом, якобы там отметил в контексте, что Россия готова идти на разумные компромиссы с Украиной. А вот цитата. Любой исход, имеется в виду войны России против Украины, должен быть в пользу России. Я говорю прямо, без всякого стеснения и должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя. Вот такая вот прямая цитата диктатора. Помогите разобраться. Это он вот чувствует силу ввиду тех событий, которые происходят и на фронте, и в геополитике, или здесь какой-то другой, более хитрый подход? Нет, ну, это все, мне кажется, достаточно очевидно. Он понимает, что сейчас ситуация на фронте складывается в его пользу. Это очевидно, это все видят. И поэтому он исходит из этого. Тут все, как мне кажется, достаточно просто. Что касается геополитики, то я не уверен здесь. Я думаю, что итоги вот этого саммита в Казани, в общем-то, не дают основания Путину как-то уж очень торжествовать. И каким-то образом что-то диктовать, так сказать, в этой войне. А ситуация на фронте, да, действительно складывается в его пользу. Ну, правда, он говорил о том, что надо, так сказать, зафиксировать положение на фронте, ну, тогда, что, получается, часть Курской области должна отойти Украине. Ну, это, в общем, на самом деле, я не думаю, что надо буквально все воспринимать, все, что он говорит. Но в целом это, да, это такое вот торжество, надежда на то, что, так сказать, в данном случае, как он считает силы на его стороне, он, исходя из этого, и выстраивает риторику. Ну, и вот она, эта самая риторика, я правильно понимаю, в большей части все-таки направлена на его симпатика внутрь страны, чтобы зацементировать еще больше вот эту вот уверенность Путин, если не Путин, то кто, ну и так дальше. Не думаю, я думаю, что это и внутрь страны, и вне, то есть это адресовано, можно постоянно, он по-прежнему продолжает ядерный шантаж, по-прежнему продолжает заявлять о том, что, если что, то у нас есть ядерная триада, так что я думаю, что и внутрь, и вовне тоже. И, кстати говоря, небезуспешно, небезуспешно, потому что, все-таки, несмотря на то, что казалось бы уже, ну, всем более-менее понятно, что ядерный шантаж, это только шантаж, и не будет никаким образом применено ядерное оружие, тем не менее, опасения есть, и проверять никто не хочет. Как там бундесканцлер Шольц сказал, да, пока что никакого НАТО для Украины, потому что очевидно, что воюющая страна не может быть членом Альянса. Это туда же, в эту копилку, Игорь Васильевич, нет? В том числе, в том числе. Ну, что касается заявления, что воюющая страна не может быть принята, это факт, но почему воюющая страна не может быть приглашена, вот это отдельно. Да, это безусловно. Мы, если что, к этому еще вернемся. Я просто хотел все-таки продолжить темой Брикса, это мне выдает важная тема, в том числе и геополитическая. Если вы не усматриваете геополитическую важность, расскажите нам тоже об этом, чтобы мы понимали, что происходит. Поскольку, если я вот, как я для себя это вижу, два основных тезиса, два основных направления, которые Россия и Путин решают или решили с помощью этого саммита. Первое, это подемонстрировать робопожатность, да, и показать, что, в принципе, плюс лидеров присутствует, а это, пожалуйста, на явный факт, и тоже во вну, не только во внутреннюю. Ну, и вторая история, это вот пробить международную изоляцию, с функционами, экономика, и все, что с этим связано не просто репутационно, да, а по факту, взять для себя какие-то деньги. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, в чем вы согласны, а что не так? Вы знаете, на самом деле, ну, собственно говоря, здесь очень просто проверить, что получилось, что не получилось. Значит, попытки Путина перед саммитом БРИКС и во время саммита, и все, что говорилось в российском телевизоре, в российском политическом пространстве, очевидно, что задача ставилась следующая. Первое, это попытаться использовать БРИКС как некую, так сказать, силу, направленную против Запада. Альтернативно использовать БРИКС в качестве альтернативы Запада. Это 100% не получилось. То есть, это совершенно очевидно, что подавляющее большинство участников БРИКС, Индия, страны, так сказать, страны глобального юга, ну, может быть, кроме Китая, не собирались этого делать. По крайней мере, идея дедоларизации планеты, идея создать альтернативную валюту, она была снята с повестки дня еще до начала саммита. То есть, здесь 100% провал. Деньга, как они там называли, деньга, вот это купюр. Ну да, ну это все смешно, и более того, вообще сама эта идея, она просто умерла. Ну, по крайней мере, в обозримый период никто этим заниматься не будет. Ну, и наиболее характерные доказательства, яркое доказательство, это было то, что на этом саммите было объявлено, что участникам, поскольку, так сказать, в России нельзя снимать деньги, в силу того, что система SWIFT не работает в России, поэтому надо запастись наличными долларами и евро. Ну, вот это яркий пример, яркое доказательство полного провала всей этой идеи. Значит, не удалось придать саммиту такую антизападную направленность. Не удалось, здесь тоже 100% не получилось, потому что, в общем-то, понятно, что страны БРИКС, они с западом торгуют в несколько раз больше, чем между собой. Ну, это просто очевидно, и поэтому это все была нелепая идея, которая умерла тоже до саммита. Значит, попытаться сделать, изменить соотношение в самом БРИКСе таким образом, за счет приема стран, которые бы голосовали вместе с Путиным, и сделать из БРИКСа такую группу стран, которые в значительной степени идут в фарватере Путина. Не получилось, потому что, значит, Бразилия заблокировала прием Никарагуа и Венесуэлы, значит, Центральная Азия. В том числе, ну, прежде всего, Казахстан отказались вступать в БРИКС. Такая, я бы сказал, что ему это не надо. Ну, короче говоря, в результате все-таки в БРИКСе на сегодняшний момент скорее это площадка для Китая, чем для Путина. То есть, на самом деле, БРИКС, безусловно, не стал, так сказать, какой-то группой стран, в которых лидером политическим является Россия. Нет, этого тоже не присаживают. Это еще один минус, еще одна несбывшаяся мечта. Что получилось точно, надо сказать, что все-таки у Путина, конечно, что-то получилось. Это, безусловно, показать всему миру, и в том числе населению России, что идея превратить Путина в изгоя политического не состоялась. Точно. Это сто процентов, да, это сто процентов получилось. Ну, вот, там, я не знаю, счет получился 4-1 не в пользу Путина. Ну, если так мерить спортивный мир. То есть, на табло счет 4-1 не в пользу Путина. Ну, в принципе, хоть что-то. Так что, есть основания для, так сказать, раздувания, для пиара. Пиаровский, с пиаровской точки зрения Путин, конечно, выиграл. С политической точки зрения нет. Ну, не знаю, в целом, так сказать, насколько такой результат его устроил. Ну, думаю, что, думаю, что в целом, да, в целом, я думаю, что Путин может быть доволен этим. Параллельно еще произошло окончательное уничтожение, патологическое уничтожение репутации генсека ООН. Ну, это еще одно, так сказать, еще один плюс. С этими теплыми рукопожатиями, да. Как это помните, рукопожатие крепкое, ломает руки. Ну, у Гутерриша, вроде, пока не видели гипс на руки. Ну, вы знаете, там просто это связано с анатомией Гутерриша. Просто у него, видимо, отсутствует скелет вообще. Там ломать нечем. То, как он висел под мышкой у Лукашенко, который его тащил, так сказать, к какому-то там изделию. Это было патологическое, чудовищное унижение генерального секретаря ООН. Я думаю, что до конца дней своих Лукашенко будет рассказывать, как он, в каких он приятельских отношениях с другом Антонио. Ну, и так далее. То есть, это было, конечно, отвратительно. Ну, и в целом, понятно, что на самом деле генеральный секретарь ООН, который по свистку прибегает на зов международного преступника, ну, это такая история очень неприятная. Ну, в конце концов, это каждый кузнец своего счастья. Вот здесь вот спасибо за эту подтему. И, уважаемые друзья, вы, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, что вы думаете о том, о чем мы беседуем с Игорем Александровичем. По скриптам, буквально там в формате минуты-полторы, мне очень интересно, и, может, тоже людям будет интересно, вот история с экономической стороны и с политической стороны практического отсутствия стран Латинской Америки. Да, вот этот вот изящный прием Глода Силвы, тупую травму затылка. Если я правильно понимаю, то из Латинской Америки там всего лишь президент Боливии был, если я не ошибаюсь, но вот такие. Вот Латинскую Америку не удалось окучить? Или тут дело в другом? Ну, действительно, Латинская Америка, собственно, Аргентина отозвала свое обращение о приеме. С самого начала, после выборов, это очевидный минус. Бразилия, я уже сказал о том, что заблокировала вступление Венесуэлы и Никарагуа. Ну да, Латинская Америка минус. Африка. Африка достаточно активно пытается, так сказать, там есть еще кандидаты на вступление. Но, вы знаете, здесь уже происходит очень сильное смещение. Просто с самого начала, БРИК, даже сначала же был БРИК, То есть, это, значит, союз Китая, Индии, России и Бразилии, четырех стран. И поначалу это был союз стран, которые обладают, ну, относительно высоким уровнем развития. И считалось, что это страны, которые вот благодаря своему экономическому потенциалу догоняют западный мир. Ну, а затем уже там прием Эфиопии, например, и так далее. То есть, явно, что здесь начали добирать количество. Эфиопия, Египет, это уже явно не претензия на то, что это какие-то страны, которые соразмерны семерки. И в этом смысле, то есть, явная попытка просто добирать количеством за счет некоторой антизападной направленности. Вот, и эта попытка была реализована. Но в конечном итоге стало понятно, что все равно, все равно это не получается. То есть, на самом деле, БРИК остался не то, что даже не политическим, даже не экономическим союзом. Просто площадкой для каких-то встреч, для переговоров. Ну, то есть, в конечном итоге приезжают туда представители стран, лидеры стран, которые имеют возможность, например, поговорить с Си Цзиньпином, скажем так, сфотографироваться с ним, сделать спорты. То есть, это... Мейн инвестиция порядочная, мягко скажу. То есть, это не то, что не политический союз, но это даже не экономический союз. То есть, это, еще раз, площадка для каких-то встреч. И, в общем, извините за такое вот слово, не вполне научное, это тусовка. Это вот некая тусовка. Я вам уже в финале вообще этой темы расскажу коротенькую очень историю, но такая она, мне кажется, фантастически юмористическая, но, может быть, вы оцените по-другому. Буквально вот третьего дня, что называется, в эфире у нас была дискуссия с одним из украинских, украинским авторитетным экономическим экспертом, и он, вот говоря о Бриксе, сказал так, что, по его мнению, с Бриксом в Украине нужно сотрудничать и не сбрасывать его со счетов, только выбросить оттуда Россию. И вот с этими странами нам просто необходимо сотрудничать. А знаете, что я ответил? Просто посмотрел на аббревиатуру, и если убрать букву R и заменить на U и чуть-чуть потасовать буквы, получится бусик. Бусик, ну, это такая вот стука, история в Украине, понимаю, да, о чем это и вы, я думаю, тоже понимаете из контекста. Ну, вот это просто фантастически юмористическая история. Ну, да, ну, в данном случае идея, что надо сотрудничать, в данном случае речь не идет о сотрудничестве с Бриксом. Да, безусловно, ну, то есть вот здесь ключевое. Да, понятно, а сотрудничество со странами, за исключением России, да, вполне, собственно говоря, у Украины нет альтернативы. Украина, то, что произошло в результате вот этого нападения, произошел огромный политический рост Украины. То есть Украина вынуждена, совершенно не желая этого, вынуждена была стать крупным геополитическим игроком. Ну, в силу того, что необходима помощь, поэтому возникли такие направления внешнеполитической деятельности Украины, которых сроду не было. Украина никогда не была какой-то внятной, серьезной, там, серьезного китайского направления в политике. Да, были, конечно, коммуникации, были какие-то дипломатические связи. Ну, и послал, долго у нас не было в Китае, но, в общем, там была история, да, вы знаете. Это совершенно очевидно, что, а сейчас возникло серьезное китайское направление, африканское направление в политике Украины тоже особо никогда не было. Латиноамериканского направления, вот такого целенаправленного тоже не было. А сейчас, то есть, на самом деле, это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, это точка роста. То есть, Украина становится крупным, крупным мировым политическим игроком. Конечно, лучше бы не такой ценой, но, тем не менее, это в известной степени залог того, что после войны Украина действительно может стать крупным политическим игроком мирового масштаба, в том числе и потому, что в любом случае Украина после войны будет одна из самых сильных армий в мире. То есть, это, еще раз подчеркиваю, это, конечно, не той ценой, которой бы хотелось, но, по крайней мере, это очевидное изменение роли Украины в мире. Ну, и вот про цену будем с вами продвигаться к второй нашей под теме сегодняшнего диалога. С вами Игорь Александрович про северокорейских солдат. Значит, уже, ясное дело, и Путин признал эту историю, сославшись, так сказать, на тот документ, который ратифицировала, сюрприз, Государственная дума РФ. Там есть пункт четвертый, если я не ошибаюсь, вот эта военная поддержка, и он сказал, что все вот в рамках поддержки. Мы уверены были, что наши северокорейские партнеры со всей ответственностью отнесутся к своим обязательствам, бла-бла-бла, ну, вот эта вот вся история. И, в общем-то говоря, признал все это понятно, хотя до этого, может, вы помните, Марк Рютте так неоднозначно говорил, что у нас нет информации, правда-неправда. Потом Остин признал, потом, в общем-то говоря, ну, вот сейчас оно все понятно, хотя было понятно изначально, по видео всем этим с полигоном, с Дальнего Востока и так дальше. И вот сегодня главком вооруженных сил Украины Александр Сырский докладывал верховному главу командующему Владимиру Зеленскому о ситуации и среди прочего. Сказал, что у разведки есть данные, что уже 27-28 числа этого месяца, естественно, северокорейские военные будут принимать участие в зонах боевых действий, в том числе и в Бурской области. Вот эта вся история про военных из Северной Кореи. Во-первых, почему она случилась, да, и что конкретно из этого всего кейса выгодно Путину? Неужели численность? Ну, и численность тоже. То есть, да, Путин, в принципе, решает проблемы, проблемы, так сказать, пушечного мяса. Понятно, что он решает это просто покупкой, взвинчивая расценки, то есть уже по 3 миллиона за душу. С другой стороны, это решается путем, так сказать, набора зэков, набора уголовников. Это тоже неплохой ресурс. Ну, и третье, это просто затаскивание в эту мясорубку срочников. То есть, это все тоже происходит. То есть, 3 основных источника сегодня существует пополнение запасов пушечного мяса за деньги, зэков и срочники. Но все равно, в общем-то, не хватает, потому что в день, в день, так сказать, этого пушечного мяса расходуется свыше тысячи человек. Это много. И поэтому в месяц требуется порядка 30 тысяч, но, видимо, немножко не хватает. Ну, вот такая вот попытка восполнить за счет свежего северокорейского мяса. Который, кстати, тоже покупается, потому что, насколько я понимаю, в месяц он кимчен ину платит за вот этих вот северокорейских рабов две тысячи долларов. Естественно, эти деньги не идут самим рабам, они отчисляются кимчен ину, но этого, да, в данном случае, не важно. Даже не с семьям, да, Игорь Александрович? Я что-то думал, что у них как-то там это все чуть-чуть человеколюбнее, ну, хотя человеколюбнее и Северная Корея нюансы. Ну да, нет, ну там с семьям что-то, может быть, и идет. Это уже, ну, это я просто не знаю. Но во всем случае то, что семьи там в заложниках просто. То есть это для... Это для мотивации семьи. Семьи там изолированы. Это данные южнокорейской разведки. То, что семьи всех тех, кто оказывается в России, северокорейских солдат, они изолированы, они отведены, сведены в определенные места и находятся в заложниках. Ну, это для мотивации, для того, чтобы не сбежали, для того, чтобы, так сказать, не дезертировали. Вот. Что касается цели, понятно, это, ну, это пушечное мясо. Так что, насколько оно, это пушечное мясо, эффективно, квалифицированно и в состоянии действительно воевать, я не буду гадать. Это, ну, покажет в ближайшее время. Здесь разные точки зрения. Да, ну, тут аргументов много, и я предлагаю оставить это военным экспертам. А еще лучше даже не военным экспертам, а просто, что называется, подождать и увидеть, насколько они будут эффективны. Потому что, с одной стороны, они никогда не воевали в такой вот войне, с другой стороны, действительно, обладают там какими-то там неприхотливостью, выносливостью и так далее. Ну, это надо просто посмотреть, насколько их удастся обучить быстро. В общем, это, что называется, война, бой покажет. Я, да. Политическая сторона вопроса огромна, потому что это, во-первых, действительно впервые за несколько столетий последних, со времен нашествия Орды на Европу, впервые, так сказать, азиатская держава объявила фактически войну европейскому государству. То есть, такого не было со времен нашествия империи Чингисхана. Именно, чтобы это было не какие-то добровольцы, а именно представители азиатской державы. И что самое важное, что это действительно, ну, можно это называть мировой войной, потому что, да, она уже, это уже не война России против Украины, это уже, ну, какая-то блоковая война. То есть, это, очевидно, военный блок. Вот, когда уже просто не только оружием, но и солдатами Северной Кореи воюют. Значит, насколько это будет расширяться, насколько к этому может примкнуть Иран, ну, это вопрос очень-очень открытый. Ну, я не понимаю, Александр Ильич, извините, что вас перебиваю, просто вот в контексте, они же русские, в смысле, всеми силами пытаются подписать подобное соглашение с Северокорейскому и с Ираном, правда? Да, сейчас это происходит. Опять-таки, соглашение, само по себе, бумажка не воюет. Дистанция от соглашения до присутствия солдат на территории Украины огромна, поэтому... Ну, вот, по Киевску, скажут, что огромная. Ну, да, да, ну, летом подписали, вот сейчас прислали. Поэтому здесь остается ждать. Но я думаю, что в целом это действительно превращение этой войны в блоковую. Ну, и в конечном итоге действительно в некий аналог мировой войны. Здесь именно поэтому, когда вы начали эту тему с того, что вот, наконец-таки, там уже и Запад признал, но Запад прекрасно понимал, что это происходит, прекрасно знали. Ну, мы же понимаем прекрасно, что американская разведка все знала, и поэтому вот эти вот и высказывания Рюты, и высказывания Остина вроде как не знают. Ну, и Гирбик говорит, что они там будут делать, вроде как просто не знают. Ну, да, ну, конечно, они просто вторгаются в Украину для того, чтобы подарить украинским девушкам цветы. Это же очевидно. Какие могут быть альтернативы? Вот. Это, ну, немножко не очень приличное такое прикидывание, да, людей. Люди прикидываются. Поэтому... А причина очень понятная, и она простая. Они просто не знают, как на это реагировать. Потому что, если ты признаешь, если ты понимаешь, что это реально блоковая война, ну, с этим что-то надо делать. Вот. Знаменитый вопрос. И... Да, да, да. Вот именно с такой интонацией нужно реагировать. И дальше вот возникает эта самая пауза, не совсем мхатовская. И дальше возникает следующий вопрос. Вот политики Южной Кореи реагируют вполне очевидно. Волне однозначно. Они говорят о том, что, ну, да, раз так, значит, мы будем более активно сотрудничать с Украиной. И, кстати говоря, это может оказаться в конечном итоге минусом для Путина. Потому что, конечно, если Южная Корея примет решение более активно помогать Украине в плане оружия, то это может дать эффект гораздо более значимый, чем присутствие северокорейских военных на поле боя. Потому что оружие Южной Кореи это не чета северокорейскому. Так что здесь неизвестно, с чем в конечном итоге это обернется. А пока это, конечно, оборачивается вот таким очень серьезным. Я думаю, что политический эффект этого присутствия северокорейских солдат на поле боя гораздо больше, чем военный. Ну, пока, по крайней мере. Здесь разговоры... Я слышал разговоры о том, что в некоторых публикациях, что это вот сейчас 10-12 тысяч, а дальше будет 100-200-300 тысяч. Насчет этого у меня есть очень большие сомнения, исходя из логистики. Просто перебросить такое количество военнослужащих... Бронепоездом Ким Чен Ина или сухогрузом каким-нибудь или десантным кораблем. Ну, да. Я не слышал о существовании морского пути из Северной Кореи на территории Украины. По крайней мере, пока я таких карт не видел. Вот. А что касается железной дороги, то там расчеты показывают, что для того, чтобы это сделать, нужно на несколько месяцев полностью перекрыть железную дорогу и, так сказать, заблокировать всю экономику России. Да. И экономика России просто должна встать. Не уверен, что это возможно. Поэтому пока это что-то из области фантастики. Хотя, в общем, само по себе даже присутствие 10 или 20 тысяч северокорейских солдат – это неприятно. Все равно даже самые, так сказать, оптимистичные сценарии, что это пушечное мясо будет очень небоеспособным, все равно это люди, которые имеют в руках оружие, которые будут стрелять в сторону Украины. И это все равно плохо. Да, тут никаких иллюзий нет. И вы, Игорь Александрович, кстати, на первую половину моего еще не заданного уточняющего вопроса ответили. Вы Южную Корею вспомнили, и их действия я хотел в финале этой темы как раз и коснуться Южной Кореи и их реакции. Вы об этом уже нам рассказали. И Китая. Знаете, почему Китая? Потому что вот Financial Times буквально сейчас выразил такое мнение, что Китай недоволен отправкой военнослужащих НДР и называют это резкой эскалацией. Значит, аналитики признаки недовольства выделили по письме Си Цзиньпиня от Ким Чжинина на прошлой неделе. Значит, там была формальная история 70-летия годовщины основания коммунистического Китая и так далее и тому подобное. Но вот как бы стержень письма, как утверждают источники Financial Times, был как раз вот в этом тоне не просто недовольным, а еще и, говорят, резком. Так вот, может ли эта история как-то изменить отношение Китая и к Украине, в том числе в части вот этого кризиса, регулирования вот этих вот дружественных, калинко-малинковских тональностей с Путиным? Вы знаете, вот это тот случай, когда я не могу ничего утверждать и не буду изображать из себя эксперта вот в этой сфере. Потому что, понимаете, опять-таки представить себе, что северокорейский лидер действует вопреки воле Китая, не согласовав какие-то свои действия с Китаем, ну, мне довольно сложно, потому что все-таки зависимость от Китая, экономическая прежде всего, да и политическая зависимость, военная зависимость Северной Кореи от Китая, значительно выше, чем от России. И поэтому представить себе, что вот это вот, ну, по сути дела, прокси китайская, то есть Северная Корея, это китайская прокси такая же, как, ну, например, Хизбалла является прокси Ирана. И представить себе, что вот этот хвост отделился от собаки, как гоголевский нос приобрел самостоятельную жизнь, довольно сложно. Но, с другой стороны, мы действительно видим, так сказать, недовольные окрики Китая. Здесь гипотез несколько, и я совершенно точно не собираюсь отдавать предпочтение одной из них. Первое, что действительно, значит, вот этот вот северокорейский нос отделился от своего носителя и зажил самостоятельной жизнью, мне представляется, это крайне маловероятно. Ну, то, что, значит, Северная Корея решила сменить главного хозяина, главного партнера. Крайне маловероятно. Но, может быть. Второй вариант, это, что называется, театр. Это розыгрыш, это изображение гнева китайского. Это на публику, ну, так, для того, чтобы не поднимать уровень конфронтации Запада до опасной черты. Ну, кстати, прием достаточно эффективный и классический. Ну, да, классический прием, помните, значит, там, возмущение, так сказать, значит, гнев, публичный гнев там короля Людовика по поводу того, что мушкетеры убивают гвардейцев. Как же так? Вот какие вы негодяи, да? При этом, так сказать, явно, так сказать, поддерживая вот эту практику. Да, то есть поругать, значит, своего слугу за излишнее усердие. На самом деле, поощряя его. То есть это, ну, такая вот классическая, что называется, разводка. Возможно, это. Что из этих двух очевидных вариантов верно, я больше склоняюсь ко второму. Мы, на самом деле, увидим это тоже довольно быстро. Потому что если это окрик хозяина, то что-то должно произойти. Но я не могу себе представить, чтобы Северная Корея действовала вопреки воле Китая. Поэтому, скорее всего, у нас всех дурачат. Следим за событиями и здесь тоже. Что вы думаете, уважаемые друзья, комментируйте, пожалуйста. Нам тоже это естественно важно. И спасибо, что смотрите и финальная, практически финальная тема. У нас еще будет по скриптам, а финальная тема про Илона Маска. Игорь Александрович, фигура Илона Маска. Ну, уже говорено, переговорено, кем его только не называли, как его только не обсуждали, с кем его только не связывали. В вашем представлении. Ну, вот мы базируемся на этой новости, что он там сначала полномасштабного вторжения не прерывает регулярные телефонные контакты, секретные разговоры с Владимиром Путиным. И в том числе они обсуждают какие-то геополитические процессы. Насколько влиятельный действительно Илон Маск для того, чтобы формировать какие-то тренды в геополитических процессах? И внутри Америки для чего эта фигура, возможно, с чьей-то помощью обрела такую силу? Здесь несколько слоев самых разных вопросов. Во-первых, значимости Илона Маска не только в экономике, не только в технологиях, но и в политике. Безусловно, вообще деньги вокруг миллиарда и выше – это не деньги. Это, безусловно, уже что-то совершенно другое. Это средство влияния. Просто это очевидно, что это не средство платежа, потому что то, что нужно для обеспечения… За все заплачено до этого, за все заплачено. Ну да, то есть это все, что нужно для обеспечения жизни человека, его семьи, его потомков, намного меньше, чем вот эта сумма. Поэтому все деньги, которые вокруг миллиарда, исчисляются миллиардами долларов – это не средство платежа, это не средство обеспечения жизни человека, это средство гигантского и в том числе политического влияния. В любом случае. Поэтому, конечно, Маск является крупным политическим игроком. И его поддержка Трампа в этой кампании, она, безусловно, очень значительна. И она проявляется не только в прямом подкопе избирателей, что мы видели просто на глазах у всей американской мировой общественности, когда он раздает миллионы за, ну, фактически за поддержку Трампа. Да, подписать петицию «Получи миллион», да. Ну да, ну, подписать петицию за свободу слова – это все, знаете, как в этом самом романе Ильфа Петрова, речь идет только о детях, только свободу слова. При этом все это раздается на митинги в поддержку Трампа, и, так сказать, явно, так сказать, с этой окраской. Вот, то есть, на самом деле, конечно, влияние политическое очень серьезное. Ну, плюс к этому, это очевидная попытка конвертировать свой достаточно большой авторитет, как человека, который там прорывает, делает прорывы в космос и так далее, что действительно достаточно успешно. Ну, все это очевидно. Насколько Илон Маск действительно связан с Путиным и поддерживает его, ну, это, мне кажется, вопрос открытый. И здесь надо, так сказать, все-таки тоже посмотреть какие-то перспективы, потому что Илон Маск, в этом смысле, он очень похож на Трампа, он отличается редкой непредсказуемостью и изменчивостью своих взглядов, изменчивостью своей позиции. И в отличие от некоторых вышедших в тираж спортсменов или вышедших в тираж актеров, которые просто приезжают к Путину для того, чтобы заработать, представить себе, что Илон Маск пытается что-то заработать на контакте с Путиным, мне довольно сложно. Скорее всего, нет. Скорее всего, это результат того, что человек, добившийся больших успехов в бизнесе и являющийся неплохим менеджером, ну, прямо скажем, наверное, все-таки можно сказать слово «выдающийся» по отношению к Илон Маск. Да, есть, безусловно. «выдающийся менеджер» является просто никаким политиком, никаким политическим мыслителем. Ну, вот только хотел сказать с вами, Игорь Александрович, что представляете, если здесь всерьез идеологическая составляющая, если он прям вот идейная даже вообще жесть получается. Вы знаете, ну, в истории бывали случаи, когда человек был гением. Ну, вот, например, самый яркий пример совпадения абсолютной просто научной гениальности и абсолютного политического идиотизма. Совмещение таких двух явлений в одном человеке – это абсолютно гениальный ученый-лингвист Ноам Хомский, который является абсолютным идиотом в политике. Ну, просто это действительно гений, настоящий гений в науке, Ноам Хомский. Но, к сожалению. Нет, ну, действительно гений – это автор выдающихся трудов в области лингвистики. Действительно настоящий гений. Я просто знаком с его открытиями. Это потрясающе по своей глубине, по своей смелости. Это считается публичным интеллектуалом номер один в Соединенных Штатах Америки. Это, вы знаете, если суперупростить сравнение, есть такое спортивное сравнение, что не всегда выдающийся игрок может быть выдающимся тренером. Да, ну, это ваша тема, это вы лучше меня знаете. Здесь я пас. Здесь я уступаю вам полностью площадку. А вот что касается Ноам Хомский, это очень яркий пример, когда действительно абсолютный гений в науке является абсолютным идиотом в политике. То есть это человек, который постоянно выступает за то, чтобы, ну, фактически за то, чтобы Америка исчезла. Чтобы Америка прекратила свое существование. Чтобы она, так сказать, значит, стала бесконечно извиняться перед террористами, значит, ну и, короче говоря, перестала существовать именно как в Соединенных Штатах Америки. Вот такой яркий пример. В случае с Ланом Маском может быть не так ярко, но тоже в этом же направлении. Тенденция, тенденция. Тогда, ну, если уже полностью финализировать вот эту подтему влияние, переоцениваем мы этой фигуры на политический процесс или недооцениваем? Ну, вот по системе, на сейчас, по ощущениям. Ну, опять-таки, кто как. Я думаю, что в силу огромной известности Илона Маска скорее переоцениваем. Переоцениваем. Скорее переоцениваем. Я думаю, что все... Слушайте, ну, давайте дождемся, уже осталось совсем немного на выбор. И станет все понятно. Я думаю, что скорее всего в общественном сознании переоценка идет. Потому что все-таки роль его на выборах, она... Он очень известен. За счет известности здесь скорее все-таки переоценка. Здесь вот спасибо за эти темы. Ну, и по скриптам, ну, я не мог с вами не обсудить ту информацию, которая появилась вот накануне. Всегда, когда что-то говорит Александр Лукашенко, это интересно обсудить на постскриптам, на бантик. Что называется, Игорь Александрович? Ну, смотрите. Значит, заявил Александр Григорьевич, что Путин не спрашивал у него разрешения, чтобы напасть на Украину с территории Беларуси. Я сейчас цитату найду, потому что это интересно. Вот. Там проходили учения, в которых участвовали несколько тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска с того места, где они находились на юге Беларуси, вниз по дороге вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Это зависит от Путина, как он выводит свои войска через Киев, или он мог бы пройти через Минск. Конец цитаты. И небольшое дополнение. Снова цитата по поводу того, как реагировал Лукашенко и Путин. Он говорит, нет, он мне не звонил, и я ему не звонил. Это его войска. И он имеет право выводить их куда хочет в конец цитата. Что-то происходит. Нет. Ну, Александр Григорьевич, безусловно, большой мастер стендапа. Это, конечно, страшно, когда кровавый диктатор одновременно выполняет роль такого шута Горохова. Но в данном случае мы имеем вот такое тоже парадоксальное совпадение. Он постоянно валяет дурака, постоянно заявляет какие-то вещи, которые не имеют никакого отношения к реальности. В частности, буквально за несколько минут до того, как Путин официально признал, так сказать, то, что северокорейские солдаты будут использованы против Украины, ну, фактически прямо, прямым текстом это сказал, буквально за несколько минут до этого Лукашенко отрицал. Это говорил о том, что да нет, ну, я знаю Путина, Путин на это... Путин никогда, зачем, ну, что вы, Путин, чтобы иностранные войска, да нет, ну, не может быть этого не может быть никогда. То есть, он постоянно валяет дурака, постоянно просто просто прикидывается идиотом, которым он, конечно, не является. Так что это вот из этой примерно серии. Ну, просто, значит, его отношение с прессой, это отдельная история, западная пресса, когда он, так сказать, начинает просто, ну, просто откровенно валять дурака. В чем причина? Его совершенно не интересует, как отзовутся его слова на Западе. Где бы то ни было, да. Да, где бы то ни было. То есть, он продолжает восхищать своих сторонников в Беларуси тем, что он относится наплевательски к... И он, что называется, я так понимаю, что его сторонники типа Озаренка в Беларуси, они восхищаются, аплодируют, о, как наш батька умыл этого западного журнолюка. Вот примерно из этой серии. То есть, он работает на внутренней аудитории. И при этом просто, я так понимаю, в том числе есть и доля циничного расчета, сбережения, сохранения своей безопасности, ну и деньги. О, и деньги.